Татуировка 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 Своё убеждение То есть, когда он сидит в этих местах Он должен на себя обязательно То есть, это по сути даже какой-то клеймо Если брать А вот если брать обычная татуировка То это что-то из разряда тотема Которое помогает по жизни идти Абсолютно точно Мы сейчас будем об этом говорить, конечно Так как это произведение искусства Нужно перенестись в былые времена То есть, татуировка Она изначально Была в древних веках Очень давно. Поэтому люди наносили себе татуировки с помощью шаманов. То есть шаманы сначала смотрели, кому принадлежит этот воин, допустим, воином делали, или к какому племени принадлежит этот человек, и набивали соответствующие рисунки. То есть они проходили определенный обряд, окуривание и так далее. И поэтому набивались на лице, либо набивались они на руках, либо на всем теле. Но и мумии того же Тутанхамона или еще какие-то, то есть три тысячи лет назад они были, есть, и они сохранились до сих пор мумифицированы. Поэтому искусство, как видим, очень древнее на самом деле, но в каждом веке изменялось отношение к нему. Как сейчас быть, если братья 21 века, как к этому относятся люди старшего возраста, молодежь, и кому больше хочется себе этот тотем нанести на тело? — Я скажу так. Люди более преклонного возраста считают, что это бред. Бред молодежи, это гонение за какими-то молодежными трендами, и в общем они очень негативно к этому относятся. Скажу опять-таки почему. Потому что в основной своей массе очень мало хороших работ. Их мало. Много очень развелось татуировщиков, которые позиционируют себя великими мастерами. Но на самом деле они бьют ужасные вещи. А молодежь хочет быть в тренде. Поэтому смысл татуировки, которая в принципе должна быть, это внутреннее содержание, это внутреннее я. То есть когда человек хочет вынести наружу то, что у него есть внутри, и показать это миру, вот он на этом акцентирует свое внимание. — Мы сегодня начнем с психологического аспекта. Как себя подготовить к тому, чтобы набить татуировку, и как к этому прийти, и как правильно подобрать этот рисунок, и кто может помочь в этом? — Опять-таки, есть две категории людей, которые бьют себе татуировки. Это спонтанные татуировки и обдуманные татуировки. Спонтанно это человек, либо он под чем-то, под давлением кого-то, либо он под какими-то аффектами. Я считаю, что это, естественно, совершенно неправильно. Это будет некрасивое произведение искусства. Это вообще будет не искусство. Это будет черт и что. Я прошу прощения. А когда татуировка обдуманная, то она несет в себе действительно вот этот сакраментальный смысл, когда человек хочет показать миру, вот он есть я. То есть для того, чтобы набить татуировку, нужно прежде всего подумать, зачем она мне нужна. Просто так ее делать ни в коем случае нельзя. Я помню время, наверное, лет так пять назад, я лично тоже очень хотел татуировку. Просто была огромнейшая мода делать себе на шее штрих-коды. Слава богу, что я как-то уберег себя и обдуманно решил, что не надо этого делать. Но некоторые все-таки делают. И получается вот это непонятно что на теле потом, которое еще и сложно свести. Я предлагаю сейчас акцентировать внимание на фотографиях, которые есть, примеры, например, да, и сказать, что есть хорошо, по вашему мнению, как мастера, что есть плохо. Я считаю, что это не обдуманная татуировка, это дань моде. Это то же самое, она никакого смысла в себе не несет. То есть, по сути, это только испортит себе... Ну, просто красиво. Это произведение искусства, выполненное в технике треш-полька. Это действительно хорошая вещь. Это тоже очень хорошая татуировка классного мастера. Поэтому, ну, это тоже треш-полька, но она, по-моему, ни о чем говорится. То есть, может быть даже... Да, 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 да. Это Япония, это, опять-таки, реализм, это тоже очень хорошая татуировка. Это тоже классная хорошая татуировка. Это тоже Япония. Это вообще отдельная, отдельная тема, это очень интересная тема. А вот тоже опять-таки реализм? Да. Опять-таки, зачем человек бил вот эту татуировку? То есть, он хочет проявить свой внутренний мир. Он хочет сказать, что он внутри тигр. Вот он такой. То есть, почему люди набивают то или иное какое-то там животное, или череп, или еще что-то. То есть, вот какой я внутри, такой я вам покажу, какой я наружу. А есть также неудачные примеры, которые тоже стоит посмотреть, для того, чтобы увидеть, к чему не нужно стремиться, и чего не нужно набивать себе на теле. Это, вот, бред, вообще ужас. А это древняя татуировка Тутанхамона. Поэтому можно, конечно, сделать, но пускай только у Тутанхамона она будет. Да, это набито, наверное, подростками какими-то, или где-то в подростке. Но самое главное, что это остается на много лет. Да, это остается на много лет, но, к счастью, сейчас технологии современной медицины пришли уже далеко вперед, и можно удалить это все при помощи лазера. То есть, ко мне, кстати, очень часто приходят люди перебить старое тату. То есть, вот они, допустим, мужчины, да, идут в армию. И им нужно тут вот где-то здесь себе набить, там, ВДВ, или там еще что-то. То есть, это вот символические такие значения. Приходят, потому что она выцвела, она старая. А чем она была набитая? Какой-то струной или иголкой, чернилами. То есть, она вся поплыла, и она уже, естественно, некрасивая, и приходится ее просто перекрывать. Поэтому даже если у человека есть неправильно нанесенная татуировка, или она старая, и я вижу, что ее можно закрыть, то есть, мастер видит сделать это перекрытие, то это вполне возможно сделать. То есть, в принципе, татуировка – это не так страшно, как это кажется. Первое, я уже сказала, медицинский аспект, где можно действительно ее удалить при помощи лазера. Это все дорого, ну, не очень больно, но можно. Либо сделать кавер-ап – это перекрытие, и на этом месте сделать, ну, либо ходить с ней вот с такой, и красоваться тем, что «да, я там когда-то был», ну, или «Афган» люди раньше били, ну, в основном, мужчины этим страдают. Женщинам, конечно, не советую делать татуировки, но это опять-таки отдельная тема. Вот здесь в области крестца, когда они бьют себе бабочки или еще что-то, ну, это просто очень ужасно смотрится, пошло, похадно, некрасиво. Какие, если брать части тела, где вообще не советуете делать татуировки, потому что с годами может оно, скажем так, трансформироваться? Да, она может поплыть, она может выцветь, и есть такие части тела, допустим, вот руки, да, вот кисти рук. Здесь вообще, ну, то, что касается ладоней, можно мехенди делать, да, то есть то, что там девочке красиво. На недельку. Да, вот, ну, рыженькая, она походит, и все. Если говорить вот здесь о кистях рук, мы их часто моем, они у нас подвергаются разному... Обработки химических каких-то веществ. Да, вот, поэтому здесь не нужно делать. На лице, это вообще абсурд, когда делают на лице. В интимных зонах, это ужас, вообще, по-моему, там делать это тоже не нужно. Поэтому там, где кожа плывет, там на шее, вот я говорила, что на шее тоже делать не нужно. Потому что даже вот эти линии, которые штрих-код, да, вот ты говорил, ты будешь поворачивать шею, она будет ехать. Штрих-код, во-первых, это мастер должен быть хороший, у которого рука поставлена, и он т-т-т-т-т-т-т-т-т-т, то есть он красиво это все сделает. А нож бывает делают вот так вот, точечка-тира, точечка. Поэтому, друзья, в любом случае стоит обращаться к мастерам. Я думаю, что в следующих эфирах мы обязательно коснемся различных тем, о них мы еще скажем. Если говорить о изображениях, какие все-таки изображения вот топовые, и что они особо обозначают? Опять-таки, тема очень большая, и сегодня мы не сможем полностью ей посетить время. Ну, хотя бы вот если берем, например, Николаевцев, да, что чаще всего бьют себе, либо к чему стремятся, может, приходят с какой-то целью, а потом... Ко мне приходят в основном люди, которые хотят набить себе тотем, то есть защиту. Вот этот оберег. Были у меня люди, есть люди, которые глубоко осмыслят в этой сфере, мы с ними не один день встречаемся, не один раз и говорим об этом. Поэтому для того, чтобы татуировка несла в себе какой-то смысл, нужно прежде обговорить и обдумать, что эта татуировка будет нести. Это может быть защитный тотем. Почему? Потому что когда татуировка смешивается с нашей кровью, это не просто картинка, это уже становится работающей, ну, не побоюсь этого слова, магией. Поэтому набивать абы что... Не стоит. Бьют буквы, бьют слова, бьют какие-то парные татуировки. Вот у меня есть мальчик, вот набей мне верно Вите и все. Такое тоже есть. Или набей мне, допустим, сделай татуировку, я хочу в виде черепа, роза и там кинжал. Опять-таки они не понимают, что это из разряда тюремных татуировок. То есть люди в нашем городе, я могу сказать, что они не очень понимают смысл. Они просто бьют потому, что вот у Васи есть, у Пети есть, у Маши есть, я тоже понимаю. То есть опять-таки идет дань моде. Они не вкладывают смысл. Дань моде и дань симпатии к какой-то определенной картинке. Поэтому, друзья, подходите к вопросу обдуманного, потому что не на один год, не на неделю, как в Мехенде это все делается. И, конечно же, обращайтесь к мастерам, которые могут Вам подсказать, как и что делать. Ну что, в следующих эфирах, я думаю, мы поговорим касательно этих тематик. Как что себе набивать, как физиологически подготовить свой организм. Ну и, конечно же, как ухаживать за этими татуировками. И что действительно докажем, что это искусство. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Рассказали такой в одной сегодня был у нас эфир. Поэтому, друзья, следите за нами. Через две недели обязательно еще пообщаемся с мастером тату Анастасией Романовой. Спасибо Вам большое.